Все. Домой. Ну, е-мое. Ко мне машина тут встала. Капец, как неровно. Как я сейчас буду выезжать? Не прощи их сначала выпустить. О, супер. И-и-и. О, чудо. Соседняя машина выехала. Вот эта вот, которая впереди выезжает. И я могу выехать вот так. Так, конечно, нельзя по стоянке двигаться. Но справа меня машина подперла. Так что фиг выездишь. Поехали. Сегодня я вам много показываю наш город. Напишите в комментариях. Особенно те, кто еще ни разу не отписывался. В каких городах вы живете? В больших или в маленьких, или в средних. Можете даже написать, как и он именно. Мне будет очень интересно. И вообще, какие города вы больше любите? Большие или маленькие? Я вот, наверное, все-таки больше люблю маленькие города. Но с возможностью поехать в большой. Сейчас, когда мы сидим на карантине, меня очень напрягает. То, что мы не можем вообще из Абинска выехать никуда. Просто жить в маленьком городе, типа Абинск, без возможности куда-то выехать, я, конечно, не хотела бы. Мне уже за два месяца надоело выше крыши. В этом плане, в плане карантина, конечно, хотелось бы сейчас жить в большом городе. Например, в Новороссийске. Но я надеюсь, что все скоро закончится, либо я получу пропуск. И мы будем снова ездить. Поехали. А нам направо. Сейчас, кстати, будем ехать. И справа, вот где вы видите сейчас много машин стоит, видите? Здесь находится наша больница. Единственная на весь город. В которую, говорят, лучше не попадать. А сейчас нам с вами нужно будет во второй ряд, потому что мы уезжаем налево. Если мы прямо поедем, то мы попадем на мост. А нам больше сегодня на мост не надо, а то мороженое растает. 24 градуса на улице. Нужно быстрее мороженое везти детям. Правда же? А вот это вот наша маленькая улочка Ленина. Я вас прокачу прямо до нашего дома. С ветерком. Смотрите, какая она у нас зеленая. Когда мы сюда приехали, нам очень понравилось, что здесь очень много зелени. Прямо вообще тенька много. И машин было мало. А теперь соседнюю улицу заасфортировали. И здесь постоянно ездят машины. В карантин, конечно, поменьше. А так, особенно в учебное время, просто куча машин. Ну, а мы с вами уже прибыли. Здесь находится автобусная остановка. И мы живем как раз за нею. И паркуемся. Что, нашли зарядник от автобуса? Нет. Лиза, вы нашли зарядник? Нет. Она ищет. Она найдет зарядник, заряжаться будет все равно пару часов. Следи, чтобы она нашла зарядника. А то опять спелонит. Домонтировала влоги все за вчера. Ура, ура. Сейчас все выгрузится. Буду грузить на канал. А это дело долгое. Очень долгое. Сейчас хочу вам показать кое-что, что я сегодня нашла во время уборки в сарае. Смотрите. Я нашла целую катушку. Если вы не знаете, что это, то я вам сейчас покажу. Это упаковочная сетка. Знаете, игрушки такую упакуют. Наборы детские. Ну, вот, собственно, я когда-то приобретала целой бобиной, чтобы упаковывать наборы с пузырями. Мы упаковывали. И вот, собственно, она осталась. Лежала-лежала. И лежала в сарае. Мы ее с Томска привезли. А я про нее совсем забыла. Я думаю, что Саша будет рад. Я ему предложу на виноградной грозди мешочек сделать из этой сетки. Нам как раз хватит. Хотя, возможно, он скажет, что эта сетка слишком крупная. Но, по-моему, лучше хотя бы такая, чем никакая вообще. Правда же? Так, у нас опять-таки свалится все из мусорного мешка. Лизунчик, ты сегодня за кухню отвечаешь. А у тебя бардак. Ты уж второе мороженое съела, а у тебя бардак. Ай-яй-яй. Лиз? Ну, что такое? Мешок надо в порядок привезти. А то, если я буду за тебя приводить, то и мороженое я за тебя буду кушать. Тебе нельзя приводить. Ой, оно подождет. В замороженном виде. У меня есть еще йогурт для вас на вечер. И я его дам только тем, кто меня слушает. А сейчас смотрите. Кать? Иди сюда, Кать. Кать. Я сама. Где? Я не вижу, чтобы ты шла убирать. Я пришла. Спасибо, Кать. Улыбнись мне и иди обратно. Ничего не поняла. Ну, я же тебе говорила, чтобы ты за попу подняла, мне надо сказать твое имя. До свидания. Иди давай делай. Вот по-другому ее не поднимешь. Я на тебя жалуюсь. Тебе подписчики пишут, что ты такая замечательная, а ты вот так вот иди приберись. У меня сегодня нет кулинарных влогов никаких, потому что я ничего не готовлю толком. Вот купаты только разморозила индюшины, они уже размёртлись. Вечером поджарим. И Саша с людьми будут купаты. Макароны еще сварим и все. Потому что как бы это. Штуки и прочее я буду готовить на тот день, который я смогу их есть. А еще я купила кошкам вот такой вот корм. Он, конечно, не самый лучший, но все лучше, чем домашнее питание одно. И они с удовольствием на него набросились. Это уже вторая пачка, одну я им уже почти скормила. А еще я сегодня нашла Мишкину лейку. Ставим ее сюда, будет периодически ходить с нами поливать. Оказывается, она в моем сарае лежала. Это кто тут на солнышке полутеньке греется, а, Рыжий? Привет! Привет, Кыса! Наелся, пошел попу отлеживать, как обычно. Ух ты какой! Ну вот, стоит одного погладить, сразу все пришли. Коты, заметьте, коты. Кошка не пришла. А коты все тут, как тут. Катюшка с музыкой на качелях, как обычно. Напой хоть одну песенку? Ни за что? Ну что ж ты такая? Ну, напой. Не хочет она мне петь? Лизаветка где-то тут... О, Лизаветка делает костер. А можно просто наложить. Вот так наложить, ага. Так, делаем факел. Делаем факел. Там уже папа едет с тележкой, поэтому я пойду в папе, потом сниму твой костер. Все, костерок у нас запалился. Я здесь опять помогла. Да, Лиза, я тебе помогла? Привет, Мишечка. А Миша ходит, книжку читает, которую я ему сегодня нашла, разбирая сарай. Вот. Да, это репка. Посадил дед репку. Выросла репка. Это не репка. Это что, это свекла, по-моему. Вот репка. Вот репка. Вот разные овощи нарисованы, да? Смотри, Миша, как горит классно. Дорогие наши зрители, мы решили с вами поделиться кое-чем очень необычным. У нас есть газеты, которым 28 лет. Это газеты из моего детства с анекдотами, которые я, ну, случайно сохранила. Я не ставила перед собой такой цели, сохранить их. Но вот сейчас они попали к Лизе, к Кате. Классные, да? Просто они настолько клевые, анекдоты были, что я их не стала выбрасывать. Видите, они в каком состоянии, уже все задрипанные. Вот, видите, анекдоты, не знаю, с картинками. Три номера сохранилось. Прикол. И сейчас я вам покажу. Мы нашли, вот, видите, 92-го года. Это я сама себе покупала на карманные деньги. Газеты, такие комиксы. Комиксы. И вот я сохранила, может быть... А, комиксы я вам тоже отдавала. Раньше, помнишь? Пути на истории. Ну, картинка. Мальчик с пальчиком был? Не, кроме мальчик с пальчиком. Я говорю комиксы. Мальчик с пальчиком – это книжка. Ну что, нравятся тебе анекдоты? Круто. Я еще не все дочитала. Вот это раритет. Лиза читает. Не потеряй, потом Мишу будем показывать. Когда Миша будет читать, им будет еще больше лет. Через два года этим газеткам стукнет тридцатник. Они старше тебя почти в три раза. Представляешь? В девяносто втором году мне было сколько лет? Девять. Я была младше тебя, когда на карманные деньги купила свете газеты. Руки? Девять. Тигра, что надо? Иди к нам. Дядя. Иди. Сейчас он заберется. Ладно, пойду я делать ванночку для ног. И наконец-то спать укладываться. Ты хочешь спать? Ты убрала за собой разрезанные бутылки? Мелиза теперь все бутылки под йогуртов вылизывает. Да? Я им отдала йогурт-чудо, который я купила сегодня. Захожу потом, а около Мишиного стола лежит разрезанная бутылка, растерзанная Лизаветой. Ну, это Мишина бутылка, которую он уже допил, все. А свою ты тоже растерзала? Ты обе бутылки вылизывала? А Катину? Нет, Катину очень не выпина. А, Катя завредничала и бутылка в холодильнике стоит. И мою потом будешь вылизывать? Угу. Бедный ребенок, нехватка йогурта в организме явно. Надо больше йогурта. А то она так скоро и класс массу со вкусом йогурта есть начнет. Мальчики пошли спать. Я пойду ролик посмотрю. Оставлю телефон на загрузке роликов. Всю ночь буду грузить. Я в последнее время, что ролики на канал грузятся очень медленно. Поэтому я с опозданием их выпускаю. Вообще капец. Будут всю ночь грузиться. Лиза пришла с анекдотом. Этому конкурсу 28 лет. Какому конкурсу? Конкурс на лучший анекдотик в рамках стихотворного марафона продолжается. Я не думаю, что они принимают конкурсную работу спустя 28 лет. Я думаю, что вообще этой типографии уже может не быть. Представляешь? Круто. Не потеряй. Потом своим детям передашь. Будет наша семейная реликвия. Согласна? Я думала, что у нас нет такого. Чего? Семейной реликвии. А мы будем их создавать? Да? Нет, у нас есть икона старинная. Она у бабушки сейчас пошла. Я знаю. Так что теперь у нас еще есть три журнала с анекдотами. Я уже почти разобрала сарай. И скоро эти прожектора уйдут в сарай. Не будут вас раздражать. Если вдруг кого-то они раздражают. Все. Мы спать. Короче, у меня сегодня это... К вечеру заболела десна или зуб. Все заныло. Почему бы это? Надеюсь, что завтра пройдет. Иногда такое бывает. Когда общее самочувствие болезненное. А я же недавно уши продула все-таки. И еще не долечила. То начинает все во все стороны болеть. Очень неприятное ощущение. Так что я, наверное, отдыхать отправлюсь. На сегодня влог завершу. Увидимся с вами завтра в новых видео. У меня их много. Смотрите обязательно все. Подписывайтесь на канал, если мы вам нравимся. Поддерживайте нас лайком. Пишите свои комментарии. Пишите вопросы в комментариях. И мы снимем для вас новый вопрос-ответ. Если вам что-то интересно узнать, задавайте вопросы. Ну, а я прощаюсь с вами. Спасибо, что были со мной. Спасибо за лайки. До следующего видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok